Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Новые правила выдачи ипотеки, краткосрочные полисы, ОСАГО, защита животных от жестокого обращения и другие нововведения. В этом месяце в России вступили в силу новые законы, как они изменят жизнь россиян. В Самаре прошел концерт, приуроченный к 23 февраля и 8 марта. Членов ветеранских и общественных организаций поздравила глава города Елена Лапушкина. В Самаре продолжается аварийный ямочный ремонт дорог. Какие работы провели на улице Осетинской? Впервые она прозвучала на этой сцене 5 марта 1942 года. Оркестр «Непокоренных» из Донецка исполнил 7 симфонию Шостаковича в Самарском театре оперы и балета. Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с IT-сообществом Самарской области. Глава региона отметил, что темпы развития этой сферы сегодня крайне высоки и один из ключевых вопросов отрасли – подготовка кадров. Дмитрий Азаров напомнил в своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин подчеркнул, что все более значимый вклад в экономический рост страны вносит малый и средний бизнес, а его доля в IT-отрасли в России превышает 21%. По динамике развития софтверной индустрии Самарская область занимает третье место в рейтинге. Входит в топ-5 субъектов по уровню развития IT-индустрии, а по экспорту софтверных компаний – в топ-10. Мощнейший импульс развитию IT-индустрии в Самарской области придаст открытие международного межвузовского кампуса, который строится около стадиона «Самара-Арена». Дмитрий Азаров предложил IT-сообществу подготовить свои предложения по строительству и проектированию жилья рядом с кампусом, чтобы инвесторы в дальнейшем учитывали эти запросы. Новые правила выдачи ипотеки – краткосрочные полисы. ОСАГО – защита животных в местах, продажи от жестокого обращения и другие нововведения. В этом месяце в России вступил в силу целый ряд новых законов, требований и правил. Как они изменят жизнь россиян, расскажем далее. Купить квартиру в ипотеку станет сложнее. Центробанк повысил на отбавки к коэффициентам риска по жилищным займам. Это коснется, во-первых, тех заемщиков, кто совокупно по всем кредитам платит более 80% своего ежемесячного дохода, либо тех, кто вносит первоначальный взнос ниже 20%. Закредитованность населения достаточно высокая, и банки, и центральные банки опасаются риска невозврата таких кредитов. Поэтому ужесточают требования, которые, по сути, приведут к тому, что будут меньше выдавать таких ипотечных кредитов. Я могу сказать, что риэлторы, кто на этом рынке работает, уже с этим столкнулись. Многие банки, уже даже не дожидаясь такого повышения центрального банка, многие банки уже постепенно закручивают эти гайки. То есть было одно время, когда ипотеку раздавали всем, кому не лень. То сейчас действительно следует ожидать снижения уровня выдачи таких кредитов. Банки будут предъявлять более серьезные требования к своим займщикам. Сообщается, что в ноябре и декабре прошлого года банки одобрили только треть заявок на выдачу необеспеченных кредитов. Это самый низкий показатель за год. Также регулятор запретил оформление потребительских кредитов для покрытия первоначального взноса по ипотеке. Все это должно помочь снизить долговую нагрузку россиян и не допустить дефолта. Сейчас ипотечная ставка составляет примерно 15-18%. Это очень высокая ставка по кредиту. Ипотечный кредит – это большой кредит. Это, как правило, 3-4-5 миллионов. И, условно говоря, 17% в год от 5 миллионов – это практически почти миллион. И у людей, и это даже мы не берем про основной долг, это только процент в год составляет миллион. Соответственно, просто много людей, которые не в состоянии погашать обязательства, это приводит к тому, что квартиру должен банк отнимать, продавать с торгов. Поэтому Центральный банк, он ужесточает требования к выдаче этих кредитов, чтобы их выдавали действительно тем людям, которые с высокой степенью вероятности смогут этот кредит погашать. А у автомобилистов тем временем появилась возможность оформить полис ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев и от трех месяцев до года. Во избежание рисков мошенничества договор по автогражданке вступит в силу только спустя три дня после заключения. Есть люди, которые используют автомобиль, берут его в аренду, например, ненадолго. Либо им нужно сесть за руль буквально на один день, перегнать машину из точки А в точку Б. И раньше для них не было никакой возможности, кроме как делать ОСАГО с так называемым открытым перечнем, когда любой человек может сесть. Сейчас разрешено делать короткий ОСАГО, поэтому страховщики будут, им разрешено применить так называемый пониженный тариф, то есть пропорционально тому времени, который человек будет застрахован. Работодателям с этого месяца запретили увольнять россиян, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте до 16 лет. Ранее такой запрет касался только родителей детей, не достигших 14-летнего возраста. Исключениями могут стать ликвидация организации или грубое нарушение трудовых обязанностей. В этом месяце заработал новый сервис для предпринимателей «Открой свое дело онлайн». Он означает, что те, кто желает заняться предпринимательством, например, стать индивидуальными предпринимателями или оформить ООО, смогут это сделать с помощью сервиса госуслуг, не выходя из дома, что называется, сидя у себя дома на диване, в течение одного рабочего дня. Этот сервис доступен будет для тех, кто дал свое согласие на обработку биометрических данных, и он будет работать в экспериментальном режиме до 2025 года. Ранее оформлялась необходима была явка, в том числе в налоговый орган для получения ЭЦП, либо для того, чтобы обратиться в специализированный центр выдачи, либо это можно было сделать при посредничестве банков. Теперь посредничества какие-то не нужны, возможно это сделать напрямую. С 8 марта власти расширят круг некоммерческих организаций, которым нужна господдержка. Деньги после вступления документа в силу будут выделять компаниям, которые работают в сфере семьи, материнства, отцовства и детства. Также в список войдут НКО, занимающиеся безнадзорными животными. Кстати, в этом месяце заработали новые требования к содержанию животных в зоомагазинах. Специалисты определили размеры вольеров и аквариумов. В помещениях сотрудникам нужно поддерживать чистоту, а если животное заболело, его необходимо изолировать и активно лечить. Также нужно, чтобы у каждого животного был индивидуальный ветеринарный паспорт со всеми соответствующими записями. В законе также прописали нормы кормов, размер порции и наличие подстилок в месте продажи. Для каждой группы животных свои требования. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, События. В Сызрине четверо местных жителей стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщает Следственное управление СКРФ по Самарской области. По версии следствия, в августе 2023 года подозреваемые, один из которых несовершеннолетний, примеряли товар из интернет-магазина и подменили его менее ценными вещами. В итоге магазин оценил ущерб в 442 тысячи рублей. Расследование уголовного дела продолжается. В Самаре продолжается поддерживающий аварийно-ямочный ремонт дорог. В нормативное состояние уже привели 8 участков. Это отрезки улиц Льва Толстого, Казачьей, Советской армии, Воронежская, Лукачева и другие. Сейчас работы ведутся на улице. Осетинская и наша съемочная группа наблюдала за процессом. В Самаре наращивают темпы и объемы аварийно-ямочного ремонта дорог литой асфальтобетонной смесью. Дорожные работы начали на улице Осетинской. Это одна из центральных транспортных артерий в жилом микрорайоне «Волгарь». В первую очередь в порядок приводят дороги Куйбышевского района, ведущие к новой поликлинике. Состояние дорог контролируется постоянно. При необходимости будет дополнительная возможность как добавления объема существующих контрактов в рамках действующих законодательств, так и возможность включения отдельных приворов на данный литрабор. После оттепелей, заморозков, интенсивных снегопадов состояние отдельных участков дорог местного значения ухудшилось. Аварийно-ямочный ремонт считается поддерживающим и помогает устранить с дефектой на транспортной сети при отрицательных температурах до минус 15 градусов. Небольшая влажность аварийно-ямочному ремонту тоже не помеха. Более того, этот вид ремонта единственно возможный в текущих условиях. На первом этапе рабочие готовят ямы, придают им нужную геометрическую форму. Затем подвозится специальная установка, в которой литая асфальтобетонная смесь перемешивается и подогревается до 230-250 градусов. При такой температуре влага из ям выпаривается сама, а смесь застывает в течение 15-20 минут, не требуя укладки катком. Водителям не рекомендуется выезжать на свеже уложенный асфальт, иначе ремонт придется переделывать. Прекрасно, что ямы заделывают вовремя, потому что движение действительно здесь в последнее время, последний год-два сильно увеличилось. Автобусы пустили, но хорошо. Список мест, где требуется произвести поддерживающий ремонт, своевременно корректируется. Прежде всего, он пополняется с учетом постоянного контроля за состоянием уличной дорожной сети и выявления новых дефектов. Обследование организуется профильным департаментом и его подведомственным учреждением МБУ «Дорожное хозяйство». В актуальном плане работ 32 объекта дорожно-уличной сети. Ремонт произвели уже на нескольких из них, в том числе на улицах Льва Толстого, Красноармейской, Воронежской и других. Постепенно работами охватят еще 22 объекта в разных районах Самары. Александр Шугаев, Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События. На один вечер ледовая арена Самарского дворца спорта превратилась в звездное небо. В преддверии Международного женского дня там прошла грандиозная шоу-программа – сочетание световых эффектов, живого оперного голоса и фигурного катания. Всех женщин с предстоящим 8 марта поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Подробности в нашем сюжете. Библиотекарь Самарского хореографического училища Ирина Пудовкина рассказывает, весь день провела в предвкушении праздничного шоу, которое прошло во дворце спорта. Сейчас вот как раз после долгого перерыва я в очередной раз посетила такое мероприятие. Мне очень приятно, что нам сделали праздничное такое мероприятие. В зале собрались женщины, трудящиеся в государственных и муниципальных учреждениях региона, а также семьи участников СВО. Каждая гостья получила подарок и букет белых роз. Всех собравшихся с наступающим Международным женским днем поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он отметил большой вклад самарских женщин в развитие региона. Все сферы, о которых мы можем говорить, сегодня динамично развиваются во многом благодаря вкладу самарской женщины. Спасибо вам за это. Спасибо за вашу любовь к нашей самарской земле, за вашу любовь к родину, за вашу любовь к семьям, к детям. Спасибо за любовь. Спасибо за заботу о подрастающем поколении. Спасибо, что мы можем быть уверены, что будущее страны в надежных руках, потому что это будущее создается вами. В этот вечер на льду Дворца спорта развернулось световое шоу с участием самарских фигуристов и именитых спортсменов из сборной России по фигурному катанию. Выступления сопровождали арии в исполнении артистов оперного театра и самарской филармонии. Галина Топилина, Николай Епифанов, События. А в окружном доме офицеров прошел большой концерт, приуроченный к 23 февраля и 8 марта. В зрительном зале члены ветеранских и общественных организаций Самары. Со сцены слова благодарности и признания всем собравшимся прозвучали от главы города Елены Лапушкиной и председателя Самарской городской думы Алексея Дегтева. Подробности у Галины Топилиной. Живая музыка, музыкальные хиты на все времена, теплые овации и поздравления со сцены. В преддверии Международного женского дня и в честь прошедшего Дня защитника Отечества в Самаре прошел большой концерт для членов общественных и ветеранских организаций, участников СВО и их семей. Мы ежегодно проводим большое мероприятие, где глава города выражает свою благодарность нашим ветеранам, где каждый ветеран получает у нас подарок от главы, конечно же, женщины цветы и много-много положительных эмоций от того концерта, который мы им приготовили. Раиса Смирнова вместе с коллегами из первичной ячейки общества ветеранов промышленного района – постоянные участники всех городских мероприятий. Говорит, приятно, что не забывают. Нас чтят, помнят, никогда не забывают. И мы очень довольны тем, что сейчас, в данный момент, в который наши воины воюют за нас, за нашу страну, за нашу Родину, вот им такое большое уважение, как можно сказать, и к нам бывшим. Со сцены гостей поздравила глава города Елена Лапушкина. А всем я хочу пожелать мирного неба, быстрой победы. Пусть наши защитники возвращаются. Всем нам здоровья, благополучия и счастья. С праздником, друзья! К поздравлениям присоединился и председатель городской думы Алексей Дегтев. По его словам, сегодня защитники Отечества – это не только участники боевых действий, но и все, кто своим трудом в тылу помогает поддерживать дух и силы воинов. Я благодарю вас за то, что самарцы, сохраняя традицию своих предков, сохраняя лучшие традиции боевой и трудовой деятельности, продвигают день великой и долгожданной победы. С праздником! Елена Лапушкина и Алексей Дегтев вручили благодарственные письма самарцам за проявленную отвагу в зоне СВО и активную жизненную позицию за ее пределами. Галина Топилина, Николай Сидоров, События. А теперь коротко о других темах этого дня. Больше половины жителей страны, 52%, оценивают состояние своего здоровья как удовлетворительное. Четверть опрошенных 25% назвали его хорошим, а 22% – плохим. 29% считают, что придерживаются ЗОЖ, а 56% россиян заявили о своем желании сделать свой образ жизни более здоровым. Такие данные опубликовало социологическое агентство. В исследовании приняли участие 1300 россиян старше 18 лет. Так, среди самых частых причин, которые препятствуют ЗОЖ, люди называли отсутствие денег – 50%, отсутствие подходящих условий – 31%, недостаток времени – 28%, лень – 24%. Для россиян ЗОЖ состоит из трех ключевых компонентов – физических нагрузок и спорта, правильного питания и отказа от вредных привычек. Большинство жителей страны поддерживают свое здоровье регулярными прогулками на свежем воздухе и активностью, соблюдением режима дня, который включает 8-часовой сон, а также правильным питанием или соблюдением диеты. Российские ученые выяснили, как меняется активность головного мозга после установки брекетов или элайнеров для ортодонтической коррекции. Выяснилось, что у таких пациентов меняется конфигурация зубочелесной системы и мягких тканей лица, нервных волокон и связанных с ними структур. Исследователи также сравнили активность мозга пациента до ортодонтической коррекции во время нее. Выравнивание зубов и исправление прикуса не только делают улыбку красивой, они изменяют структуру активности коры головного мозга. Это происходит за счет мощного воздействия брекетов и элайнеров на сенсоры, костные структуры лица и ротовой полости. По мнению ученых, результаты исследования помогут лучше оценивать необходимость выравнивания зубов, поскольку показания для манипуляций могут быть не только эстетическими. В Самарской области 14 марта отменят движение пригородных поездов на участке Смышляевка-Алексеевская с 17.00 до 22.00. Как сообщили в СППК, это связано с проведением ремонтных работ. Некоторые электрички проследуют по измененному расписанию. Уточнить его можно на сайте пригородной компании. Футбольный клуб «Крылья Советов» креативно пригласил болельщиков на игру, которая состоится 8 марта. В афишах использовали стикеры «Известные жевательные резинки», сообщили в пресс-службе клуба. В пятницу 8 марта «Крылья Советов» встретятся с ЦСКА. Самарский клуб «Международный женский день» решил устроить на матче настоящий семейный праздник. Ожидаются поздравления, подарки, развлекательные программы и сюрпризы для женщин. Болельщиков приглашают прийти на матч вместе со своей прекрасной половиной. Это позволит не только избежать разногласий, но и интересно провести праздничный день вместе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Дептрансе подчеркивают, что перекрытий автомобильных дорог на территории, примыкающей к стадиону, в этот день не планируется. Неслабый пол в мужской профессии полицейского нередко встречаются женщины. Чаще всего они работают там, где требуется мудрость и терпение. К примеру, трудятся в миграционной службе. В промышленном районе Самары отдел по вопросам миграции возглавляет Елена Жданова. О трудовых буднях она рассказала нашему корреспонденту Елене Чернявской. Подполковник полиции Елена Жданова в системе МВД работает 20 лет. О работе в полиции мечтала с детства. После окончания университета устроилась в паспортную визовую службу из 2016 года. Служит в отделе по вопросам миграции. Рассказывает, работу свою любит за то, что она дает ей возможность помогать людям. Я ей живу. Мне здесь не бывает неинтересно. Мне не бывает здесь скучно. Это каждый день какие-то новшества. Не бывает одинаковых ситуаций по работе. Тем более моя работа связана с оказанием государственных услуг. Поэтому это постоянное развитие как человека, как личности, как профессионала. Случайные люди в этой профессии не задерживаются, говорит Елена Жданова. Потому что работа специфическая с людьми и бумагами. Она требует сосредоточенности, ответственности, постоянного внимания. И одновременно с этим умение общаться, устанавливать контакт. У нас фактически не бывает одинаковых ситуаций. Каждый человек своей судьбой. Со своей историей документирования паспорта. Со своей историей регистрации. И зачастую приходится с каждым человеком, с каждым гражданином разбираться от начала и до конца. Моя задача и задача сотрудников здесь помочь гражданину, чтобы он от нас ушел действительно довольным и с оказанной государственной услугой. Подчиненные Елены Ждановой считают, что для эффективной работы отдела важен вектор, который их руководитель и задает. В рамках приказов проверяет, контролирует нас. Ну, в общем-то, делает то, что должен делать начальник. Ее труд отмечен многочисленными грамотами и благодарностями от руководства МВД. Она одна из немногих женщин, которые посвятили практически всю свою трудовую деятельность одной службе. Паспортно-визовой. Елена Чернявская, Николай Сидоров. События. Назад к истокам. Впервые легендарная седьмая симфония Шостаковича прозвучала на сцене Самарского театра оперы и балета 5 марта 1942 года. И вот спустя 82 года ее снова исполняют в этих стенах. На этот раз оркестр непокоренных из Донецка и артисты самарского оперного. Что их объединило, расскажем в сюжете. Седьмую симфонию Шостаковича дирижер Донецкой филармонии Михаил Илющенко дирижировал впервые. Делится для него символично, что дебют прошел там же, где в марте 42-го эту симфонию исполнили впервые. В этот раз ее сыграли музыканты Донецкого оркестра непокоренных, бывшие участники СВО. И очень много наших музыкантов были мобилизованы и стали военными. И, конечно, оркестр в тот момент, это февраль 22-го года, очень пострадал, потому что половина оркестра ушла на фронт. И, конечно, когда мы сейчас уже, слава богу, вернулись наши музыканты, и оркестр восстановился, то действительно возникают параллели. Среди гостей в зале и семьи участников СВО. Муж Екатерины Гвоздовой уже два года находится в зоне боевых действий. Бессмертные произведения она пришла послушать вместе с детьми. Язык музыки, он все-таки понятен всем, он универсален. Вне зависимости от культуры, вне зависимости от каких-то политических взглядов, от национальности. Классика, дети должны обязательно это слушать, не только в культурном плане, но и в патриотическом. Музыку в этот вечер исполнили и артисты Самарской и Тольяттинской филармонии. Театры оперы и балета. Совместных репетиций было немного, но единения с оркестром Непокоренных достичь на сцене удалось. Для нас огромная честь принимать оркестр Тольяттинской филармонии, оркестр Непокоренных. Мы видим в этом некий смысл, некий символ. Для нас особая гордость, что музыканты Самары и нашего театра, и филармонии Тольятти и Самары тоже принимают участие в этом концерте. Конечно, мы уверены, что сегодняшнее такое исполнение, оно будет вносить такой, мне кажется, все-таки эмоциональный заряд для не только исполнителей, но и для зрителей, для слушателей. Концерт прошел при поддержке главы региона Дмитрия Азарова, Андрей Бессонов, Полина Чулюкова, Петр Поломеев. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Пять автомобилей, поездки в Москву на выставку «Россия», туры выходного дня по Самарской области, туристические наборы. Все это может стать вашим уже меньше, чем через две недели, сообщает администрация Самары в телеграм-канале «Вести с Дворянской». 15, 16 и 17 марта в центрах общественного голосования пройдет викторина в рамках общественно-просветительской акции «За родное, за свое». Для этого нужно будет ответить на несколько вопросов о Самарской области. Подготовиться к викторине можно на офлайн-площадках и онлайн-платформах рекотделения общества знания. Уже сейчас оно проводит лекции, квизы и интеллектуальные марафоны, посвященные истории и географии Самарского края. Администрация Кировского района сообщает, что в условиях роста сезонных заболеваний вакцинация от гриппа наиболее эффективный способ профилактики. Это официальная позиция всех мировых экспертов в области здоровья. Вакцина обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемическом сезоне. Она специально моделируется таким образом и каждый год разные. Введение в организм вакцины от гриппа не может вызвать заражение гриппом. Вакцинация показана всем группам населения, начиная с 6-месячного возраста и до глубокой старости. Иммунитет от гриппа формируется в течение 2-4 недели и сохраняется в течение года. Поэтому необходимо прививаться ежегодно. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки рассказывает о региональном проекте, который помогает молодым семейным парам стать родителями. При регистрации брака в органах ЗАГС Самарской области молодоженам вручается сертификат на бесплатную диагностику репродуктивного здоровья. Цель обследования – оценить готовность будущих родителей к планированию беременности и своевременно выявить факторы риска бесплодия. Напомним, профилактике заболеваний и поддержке репродуктивного здоровья уделяется особое внимание в рамках реализации национальных проектов здравоохранения и демографии, которые реализуются по решению президента России Владимира Путина. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках, в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи! Субтитры подогнал «Симон»!